Для проведения весеннего сева региону потребуется 590 миллионов рублей. В правительстве Ивановской области обсудили готовность аграриев к полевым работам. В январе этого года федералами утвержден перечень регионов с рискованным земледелием. Ивановская область вошла в него и теперь может рассчитывать на определенную поддержку. Кроме того, с этого года введен новый порядок льготного кредитования. Кредиты сельхозтоваропроизводители получают под не более чем 5% годовых сразу, а субсидируемая часть до коммерческой ставки кредита порядка 10% напрямую Министерством сельского хозяйства направляется в банки, кредитующие сельскохозяйственный комплекс, аграрный комплекс. И таким образом сельхозпроизводители избавляются от необходимости отвлечения оборотных средств. 9 хозяйств получили льготные кредиты на общую сумму более 47 миллионов рублей. Документы 16 хозяйств находятся на рассмотрении. Финансирование весеннеполевых работ осуществляется за счет так называемой несвязанной поддержки. В среднем аграрии получат 288 рублей на гектар посевной площади. Важный вопрос возвращения в оборот неиспользуемых земель. По Ивановской области неиспользуемые пашни 304 тысячи гектаров. Из них порядка 150 тысяч гектаров достаточно безнадежно уже с точки зрения зарастания лесом и нахождения на неудобных отдаленных полях. А вот порядка 130-150 тысяч гектаров мы можем и должны вернуть в оборот. В планах профильного департамента возвращать к жизни по 4-5 тысяч гектаров в год. Ну я так прикинул, что 150 тысяч, если вы говорите, можно вернуть, да, то к моему 90-летию вы как раз эту задачу справитесь. Не знаю уж, даже в дустье. Руководители крупных сельхозпредприятий из Приволжского и Ильинского районов напротив пожаловались на нехватку земель. То, что предлагают им местные власти, далеко и неудобно. В данный момент мы ведем, и район помогает вопросы с площадями, чтобы увеличить производство. Ну уже говорили, что в земле есть собственники, которых сложно найти, с которыми сложно решить вопросы. То есть земля есть, но земли нет. Губернатор поручил профильному департаменту в течение двух месяцев выработать план действий в отношении неиспользуемых земель. Возможно, регионам будет предусмотрена частичная компенсация затрат, необходимых на их обработку. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.